ВИВАТ АКАДЕМИЯ, ВИВАН ПРОФЕЗОРЕ ВИВАТ АКАДЕМИЯ, ВИВАН ПРОФЕЗОРЕ ВИВАН НЕМ БРАКОЛИ ВЕДЬ ЦЕНТР СИЙЕНТИЭМ ПЛОВОРЭТ Институт физико-математических и компьютерных наук Роботы-верачки, формулы и программы. Здесь студенты говорят на почти для нас, гуманитариев, инопланетном языке. И мы с Катей отправились в почти космическое путешествие в мир технических наук. С помощью этих очков мы можем запустить любую программу. Это по существу тот же телефон, который отражается на очке. Вы идете по улице или лучше сидите где-то, чтобы не нарушать правила дорожного движения. И все, что мы могли бы видеть на телефоне, вы, собственно, ручку можете вообще опустить и смотреть, она никак не связана. И все, что мы привыкли смотреть в телефон, мы смотрим через очки. Можно запускать игрушки, можно просто фотографировать то, что вы видите вокруг себя. Можно запустить другой симулятор, можно отвечать на звонки, можно смотреть фильм. Это называется дополненная реальность. К тому, что есть вокруг нас, мы добавляем гаджеты. В данном случае наша ведущая сражается с монстрами. Жаль, что вы этого не видите. Информационные системы и технологии – это новое направление в институте. Как раз готовят специалистов в области VR и искусственного интеллекта. И это вызывает всегда неподдельный интерес у школьников, абитуриентов. Признаться, не удивлен, почему студенты здесь, в этом институте, такие увлеченные. Относительно недавно, в 2021 году, здесь открылась лаборатория робототехники. Выглядит все как игра, однако стоят за этим серьезные задачи. Возникла необходимость развивать такое направление подготовки, как физика и дополнительное образование, и готовить педагогов, которые смогли бы работать в кванториумах, IT-кубах, точках роста в школах. Итак, вот наши робособаки. Собственно, мы в 2021 году закупили оборудование и начали осваивать его. Были предусмотрены дисциплины, которые специально нацелены на... В 2021 году мы сделали первый набор физики и дополнительного образования. Сейчас они уже третий курс, и у них начались профильные дисциплины, и они начали работать вот с этими роботами. Новые актуальные специальности появляются в РГУ по первому запросу в обществе. Но основой остается классическое базовое образование. Вот так переплетаются традиции и современность. Ольга Александровна, кем становятся Ваши выпускники, специалистов каких профессий Вы выпускаете? Вы знаете, Институт физико-математических и компьютерных наук готовит достаточно широкий спектр специалистов, начиная с направления подготовки педагогического образования. Естественно, здесь идет подготовка кадров для региона. Это учителя математики, учителя физики, учителя информатики, технология. И здесь в основном у нас двухпрофильные бакалавриаты, такие как математика и физика, математика и информатика, технология и физика, математика и дополнительное образование. Физика и дополнительное образование – это те профили, которые реализуются на сегодняшний день. В нашем институте. Помимо педагогического образования, также ведем подготовку специалистов IT-направлений. Это информационные системы и технологии по профилю машины обучения и анализ данных. Это ведущие специалисты в регионе, такие как программисты, специалисты в области искусственного интеллекта, веб-разработчики, системные аналитики. Кроме этого, осуществляем подготовку по программе математика, профиль математика в цифровой экономике. Здесь сочетание и преподавателя математики, и IT-специалиста, и специалиста в области работы с большими данными. Такое совокупное владение компетенциями, конечно же, позволяет нашим выпускникам быть востребованными на рынке труда на сегодняшний день. Студенты института активно ведут научную деятельность и участвуют в различных конкурсах и премиях. Сегодня мы говорили с Даниилом. Он обладатель спецприза международного конкурса «Архимед-2023». Даниил, вы студент успешный, имеете немало достижений разного уровня. Расскажите о том, как много усилий приходится прикладывать для того, чтобы поддерживать вот этот высокий уровень. Усилий нужно прикладывать, конечно же, много. Особенно в самом начале, когда нужно учитывать абсолютно все, что происходит вокруг тебя, успевать и в учебе сдавать зачеты, экзамены, и при этом сидеть в ожидании озарения для того, чтобы написать очередную статью или придумать какой-то, реализовать программный код. Конечно, бывали и бессонные ночи, отправка статей в три часа ночи с моим научным руководителем сидели, писали. То есть, все это, конечно, бывает, но, тем не менее, хоть и много тратится сил, компенсация имеется. То есть, я получаю от этого удовольствие. Ну, совершенно очевидно, что вам на физтехе нравится. Планируете наверняка продолжать образовательный путь? Сам по себе я, конечно, не слишком люблю сидеть, программировать и так далее. Не вижу я себя все-таки программистом. Больше я тяготею к даче знаний, то есть, скорее всего, преподавателям в ВУЗе, потому что я уже работаю в школе учителя. Пока мы с Зимой снимаем выпуски про наш ВУЗ, я не перестаю удивляться. Я думаю, что знаю про РГУ все, но оказалось это совершенно не так. Например, сейчас я стою в самой настоящей обсерватории, кстати, впервые в своей жизни. Огромный купол и телескоп для наблюдения за метеорными потоками прямо на крыше родного ВУЗа. Оказывается, есть у нас и такое. Стать немного ближе к звездам и прикоснуться к огромному, неизведанному космосу может каждый. Андрей Константинович Муртазов и Александр Васильевич Ефимов с огромным удовольствием проведут экскурсию. Андрей Константинович, расскажите нам, пожалуйста, как давно вы начали заниматься астрономией и почему вообще увлеклись этим? Ну, астрономия такая наука, которая, по-моему, все увлекаются. Достаточно две ночи полежать и летом на траве посмотреть на звезды и увлечившись. Но я также увлекся, прочитал в детстве книжку «Юный астроном» и заболел астрономией. Так с детства, так все, я этим болею до сих пор. Я, например, с другого факультета. Я могу попасть в обсерваторию? Она вообще общедоступна? Обсерватория общедоступна. Достаточно с нами созвониться, поговорить и договоримся, когда вы придете. История астрономической обсерватории РГУ началась больше ста лет назад, когда по инициативе первого ректора в 1919 году в УЗИ установили телескоп и начали наблюдение. Потом случилась война, и работа на долгое время приостановилась. До 1957 года, когда по всей стране появились станции для наблюдения за искусственными спутниками, в том числе и в нашем городе. Наблюдали сначала от Кремля, затем с улицы Скоморошинской, а с 1968 года станцию установили на крыше тогда еще нового корпуса РГУ. Скажите, пожалуйста, а какие наблюдения, какие исследования можно проводить на базе обсерватории сейчас? Для себя мы обратились к экологическим вопросам обсерватории, и занимаемся вопросами экологии околоземного космического пространства. В нее же входит такой раздел, как метеорная астрономия. То есть частички пыли, которые влетают в атмосферу, сгорают, мы с вами наблюдаем метеоры, но они же загрязняют атмосферу, влияют каким-то образом на все остальное. Это тоже разделывает экологию околоземного пространства. Наблюдения ведутся постоянно. Ученые-астрономы даже делают свои снимки и видео. Вот, к примеру, Луна, снятая с помощью нашего телескопа. А это затмение, и наблюдать его можно прямо вот отсюда, с крыши корпуса. Конкурс Мисс и Мистер Студенчества. О нем знают и слышали все, а я прямо сейчас окунусь в пучину переживаний участников. В числе номинантов студенты и студентки семи топовых вузов нашего города. Ну а мы поддерживаем тех, кого считаем самыми достойными. Итак, престижный конкурс. Напряженная подготовка, волнение, но интерес для участников вовсе не в победе, а в самом процессе. Настя, как считаешь, в чем секрет успеха? Что нужно сделать для того, чтобы выиграть? Я думаю, здесь должна играть искренность. И именно не желание победить, а желание получить от этого как можно больше положительных элементов. Впервые в этом году состоялся конкурс Мистер Студенчества. Раньше проводился он только для девушек. Наш вуз представлял студент филфака. Стас, мы студенты новой факультеты. Буквально в том году я помогала тебе с подготовкой к участию в Мистере РГУ, где ты впоследствии выиграл. Расскажи, что подтолкнуло тебя на участие на более высоком уровне? В стенах университета времени я провожу много. Стараюсь помогать всем, помогать преподавателям, товарищам. Во всех мероприятиях, также спортивных, стараюсь принимать участие, занимать призовые места. Вот это вот мне по душе. Расскажи, пожалуйста, о своих сильных сторонах. Чем готов удивить жюри? Наверное, прежде всего акробатикой. Потому что мой номер, я видел, подписан как акробатический. Вот, и я думаю, что нужно показать вау, нужно сделать шоу, чтобы судьи поняли, что я за человек в целом, что могу представить достойно наш город на всероссийском Мистере и Мист студенчества. Анастасия по итогу городского конкурса стала вице-мисс студенчества. Чем мы ее и поздравляем. И пожелаем нашим ребятам успехов во всех конкурсах, где они решат принять участие. В нашем ФОКе никогда не бывает пусто. Каждый день здесь проходят тренировки по разным видам спорта. И сейчас я приглашаю вас на одну из них. Только ноги не в разной стороны ровно. Рука одна на моче, другая сбоку. Потом поднимаешь, желает, на верхнюю точку. Но если пока до начала, можно плечи попробовать бросить. Отсюда, туда наверх. Катя – хороший учитель. Но, признаюсь, все не так просто, как выглядят со стороны. Четкая координация, скорость, реакция девчонок – это результат многолетних упорных тренировок. Катя, как давно вы играете в баскетбол? Да уже лет 80 получается. А именно в студенческой команде уже пятый курс, пять лет уже идет. Катя – игрок опытный, уже несколько лет капитан команды. Совмещает с учебой в Институте математических наук и работой с детьми. В общем, успевает все. Ежегодно пополнение состава происходит за счет первокурсников. Лиля, расскажите, пожалуйста, как вы попали в секцию по баскетболу? На протяжении пяти лет я занималась баскетболом в школе. Поступила в ВУЗ и узнала, что есть секция по баскетболу. И, конечно, не думая, сразу пришла, записалась. Вот. И выступаю за свой факультет русской филологии и национальной культуры. Игры проходят практически каждые выходные. Игровая практика – важная часть подготовки и успеха команды. Сами же тренировки отличаются очень разнообразной работой. А какими качествами должен обладать баскетболист? Хороший баскетболист должен обладать всеми физическими качествами. Ловкость, координация – это одно объединенное. Сила, выносливость. И, я думаю, что мышление, конечно, тоже важно. Потому что баскетбол еще называют это быстрые шахматы. Достаточно такой распространенный термин. Как и в любую другую секцию, на баскетбол может прийти любой студент РГУ. Вам здесь точно понравится.